Смена 2023 стартовала 9 июля и продлится до 16 июля. В рамках программы запланирован 21 час академического английского, а также 28 часов познавательной программы, которая поможет усвоить грамматику иностранного языка и азы синхронного перевода. Занятия сочетают в себе практику общения с носителями языка, подготовку к ОГЭ и ЕГЭ, а также культурные и спортивные мероприятия. Discover English – так называется лагерь. Он реализован на базе Казанского университета, и именно его выпускники являются преподавателями и вожатыми на время смены. К нам приехало 45 ребят от 12 до 17 лет. Они приехали из разных уголков России. У нас есть девочка из Сочи, есть ребята из Удмуртии, из Башкирии, из разных регионов России. И мы всегда радуемся тому, что у детей из других регионов есть возможность действительно посмотреть на возможности Казанского федерального университета, на то, как ведется здесь обучение, на то, как инфраструктура выстроена, и на то, какая в перспективе у них может быть жизнь в студенчестве. Развлекательно-познавательная программа обширна. Так, 12 июля ребята посетили симуляционный центр Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Здесь школьникам рассказали об особенностях виртуальной больницы, которая оснащена самым современным оборудованием. В 3D-клинике имеются палаты разной направленности, например, приемный покой и родильное отделение. Центр направлен на подготовку квалифицированных медицинских работников с использованием симуляционно-имитационного оборудования. В нем создаются условия для воспроизведения различных клинических ситуаций, благодаря чему студенты и ординаторы учатся принимать решения как в штатных, так и нестандартных ситуациях. Это мой первый опыт участия в лагере «Дискавер». И сегодня ребята приехали в медицинский центр. И, возможно, для многих из них это действительно первый опыт узнать, что такое общая медицина, соприкоснуться с этим. А для кого-то, может быть, это будет каким-то решающим выбором их будущей профессии. На время лагеря школьники почти забыли русский язык и уже свободно общаются между собой на английском языке. Помимо образовательных программ, ребят знакомят с историей Казанского федерального университета, рассказывают о его открытиях. Также школьники узнают, какие известные личности обучались в КФУ. Ребята проживают в деревне универсиады и уже сейчас могут ощутить на себе дух студенчества. «Я тут впервые, да. Поездить этот лагерь хотела, потому что этот лагерь английского языка, и я хочу, ну, у меня есть цель выучить английский язык и потом путешествовать». «Я приехала из города Сочи. Моё решение было очень спонтанным. Мой папа просто скинул мне ссылку, на сайт сказал «хочешь?». Я такая «хочу». Он оплатил мне лагерь, я оплатила билеты на самолет, и всё, я здесь. Мне очень нравится атмосфера. На самом деле здесь очень добрые люди. Я думала, всё будет совершенно по-другому, но всё намного лучше». Как отмечают ребята, лагерь КФУ – это отличная возможность прокачать свои теоретические знания и отработать их на практике. Ведь университет предоставляет все условия для саморазвития. Главное – правильно использовать эту возможность. «Я была здесь в 2018 году, насколько я помню. И это получается, я была как раз-таки после 10 класса, подготовка к ЕГЭ, волнительно. Одна из моих team leaders, ну, то есть вожатых, главных, самых старших вожатых, предложила стать волонтёром. Вот, и я согласилась. И честно, очень волнительно было возвращаться. Столько ностальгии, столько эмоций, столько воспоминаний. В первую очередь мне этот лагерь дал понимание, чего я хочу и чего я не хочу». Лагерь английского языка Discover English существует с 2016 года. С тех пор он помог не одному поколению школьников со всей России подтянуть язык, определиться с будущим выбором направления и просто найти друзей и наставников на долгие годы. Адалина Амдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюс.